Здравствуйте, дорогие друзья! Я Людмила Рожкова, профессиональный гитарист, преподаватель по классу гитары. Стаж преподавания более 10 лет. Я обучила игре на гитаре более 100 учеников. Некоторые из них стали лауреатами гитарных конкурсов. Я приглашаю вас на мои занятия по обучению игре на гитаре. Я провожу онлайн-занятия по скайпу. Самое главное – это ваше желание и наличие инструмента. Это может быть шестиструнная гитара или укулеле. А наше первое занятие мы проведем прямо сейчас. Итак, возьмите в руки гитару. У нее две основные части – это корпус и гриф. На грифе есть металлические прожилки. Они называются порожки, а расстояние между ними – лады. Мы будем считать их от головки грифа. Первый лад, второй лад, третий лад и так далее. А теперь мы должны сесть на край стула, поставить левую ногу на подставку, изогнутой частью гитару положить на левую ногу, сесть прямо, плечи расправить. И попробуем сделать первое упражнение для левой руки – это движение вдоль. Запомним, что у каждого пальца левой руки есть свой номер. Указательный – первый, средний – второй, безымянный – третий и мизинец – четвертый. А теперь попробуем шагать пальцами по грифу. Пальцы должны быть закругленные. И мы шагаем. Четвертый, третий, второй, первый. Постепенно пальцы приближаются к первому ладу. Наша задача – не делать лишние движения. Пальцы должны быть максимально близко к струне. Это движение нужно проделать на каждой струне. Локоть правой руки лежит на обечайке. Правая рука расслаблена. Вот это ее правильное положение. Пальцы правой руки обозначаются буквами латинского алфавита. Это палец большой, называется П, указательный – И, средний – М, безымянный – А. Большой палец является опорой для всей руки. Мы ударяем по шестой струне и останавливаемся на пятой. Остальные пальцы закруглены, как будто держат яблоко. Теперь палец И сыграет третью струну. Движение делается крайней фалангой. Движение должно быть как можно мельче, а звук – плотным, сильным и красивым. Теперь палец М – это средний. Сделает уже самое на второй струне. И палец А сыграет первую. А теперь наше первое упражнение. Мы сделаем каждым пальцем по одному движению. Б и М – А. А теперь попробуем продолжать эти движения, чтобы получилось ритмично и непрерывно. Наше следующее упражнение – П, А, М, И. Наше третье упражнение. Соединим первое и второе – П, И, М, А, М, И. Чтобы оно получилось уверенно, давайте его простучим. П, И, М, А, М, И. П, И, М, А, М, И. А теперь сыграем. Когда движение будет получаться уверенно и ритмично, немного ускорим темп. Таким движением можно аккомпанировать песню. Например, «Ура». Синее море, только море за гордой. Синее море, далек он к цветам. Там за туманами, вечными пьяными, там за туманами берег наш родной вместе. Там за туманами берег наш родной. Там за туманами берег наш родной. Там за туманами берег наш родной. Типа не любят. Любят нас и ждут. Ждет Севастополь, ждет Камчатка, ждет Кронштадт. Менит и ждет земля родных своих ребят. Там, за туманами, вечными пьяными, Там, за туманами, жены их не спят. Там, за туманами, вечными пьяными, Там, за туманами, жены их не спят. Мы вернёмся, конечно, плывем, Улыбнёмся, детей хоть прижмём. Там, за туманами, вечными пьяными, Там, за туманами, песню напоём. Благодарю вас за внимание и жду вас на занятиях.